Водительское удостоверение есть, а вот право управлять транспортным средством нет. Такое вполне возможно. Садиться за руль нельзя людям, которые страдают, к примеру, психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостями. Между тем, на слободских дорогах такие водители встречаются. Выявить их можно. Слободская межрайонная прокуратура ежеквартально проводит сверку данных ГИБДД и Слободской центральной районной больницы. Продолжают устанавливаться лица, которые имеют и права, и составят на учете либо у психиатра, либо у нарколога. В связи с выявляемыми фактами прокуратурой предъявляют исковые заявления о лишении права управлять транспортными средствами тех лиц, которые имеют медицинские противопоказания, опять же, до наступления у них стойкой ремиссии. В этом году по результатам сверок сотрудники местной прокуратуры предъявили 14 исковых заявлений. 12 из них рассмотрены и удовлетворены. В действиях одного слободжанина усматривается состав преступления. Имея медицинские противопоказания, купленные транспортным средством, состоящие на учете у врача-нарколога, приобрел заведомо поддельную справку о возрастении у него медицинских противопоказаний, которую впоследствии для получения выливского удостоверения предъявил в ГИБДД. Этот факт был установлен в ходе сверки. Материалы направлены в межмуниципальный отдел МВД России Слободской. В отношении мужчины, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка изготовления или оборот поддельных документов». У водителей остается выбор – либо не злоупотреблять, либо не садиться за руль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...